Привет, ребята, привет, княженцы, привет, милые дамы, большущие всем приветища! Натаха, тебе отдельный физкульт-привет, батя тебе тоже отдельный физкульт-привет. Значит, ребятушки, сегодня у нас с вами газонокосилка. Ну, даже, вернее, не косилка, а просто вот эта вот штука, да. Это просто поговорим сегодня с вами, как можно косить зелень. Ну, это опять сама Натаха так говорит. Говорит, сегодня будем денежная косилка. Типа того, что зелень мог косить, зелень, да. Вот я понимаю, конечно, знаете, надалеку утрирует, ну, то есть, как бы, типа, шутит. Но если так разобраться серьезно, как говорится, копнуть, копнуть поглубже, корни проблемы найти, как говорится, то ведь реально косит бабос, косит бабос каждый, каждый день, и молодец, молодец, да. Натусика молодец, кто-то пишет, завидуешь мне, давайте, пишите. Значит, ребятушки, Натаха решила с батьком подстричь траву. Вот у меня еще будет обзор касаемо, значит, стрижки травы и посещения вот этого элитного ресторана. Вот я последний ролик не смотрел, Натаха просто их очень часто штампует. Я вот за два предпоследних. Значит, Натаха, вот, кстати, вот знаете, вот по поводу вот этого кошения травы, это вот, знаете, как бы смех курам. Ну как, не то, что курам, нет, давайте серьезно, давайте серьезно. Я вот в целом, я думаю, что как только Наташка траву, знаете, вот скосит, в огороде будет красиво, на территории. Хотя я вот, если честно, я не понимаю этого прикола, зачем косить эту траву, если у тебя в огороде, точнее не в огороде, да и даже в огороде, ну вот сейчас смотрим двор, во дворе вообще везде какую-то грязь, ну не то, что грязь, но такое, знаете, везде это такое все старое, рухлое, везде это краска на домах потресканная, везде это бетон. Зачем собака постоянно бегает там, лапами все это мажет там, зачем хоть все, вот скажите, вот эту косить траву, причем травка такая была, это было не какой-то там пустырь, какие-то лопухи там, или какие-то репей, репейники, да, хорошее, это как там, пырей называется, пырей, да, хорошая трава росла, мягкая, пушистая, да, высокая, ну ничего страшного, наоборот и кошкам хорошо, хоть кошки траву поедят, хоть витаминов наедятся, не все же им там в доме вот эти вот доедают, потому что они там едят там эту еду, но их китикэт есть, кошки травы хотят, и собака, сыночек твой траву вот поест, плюс просто это, радуется глазка, ты заходишь во двор, у тебя много зелени, ну все, это наступает же лето, или шоу на тахе во дворе, я не понимаю, знаете, так вот, знаете, такая территория, типа вот, знаете, гостиница, какой-то апарт-отель там, и тут у нее такая прям газонная трава, прям ровная, идеальная территория, по уровню, как она любит там в Могородии все это делать, зачем это было, вот это вся вот это кошение травы, я не понимаю, нет, хотя я понимаю, это был контент, потому что как батя косил траву, это отдельная история, сейчас чуть дальше будет, просто перед кошением травы, она так еще вела нас в курс дела, показав, что вот, смотрите, мы покажу вам, как мы посадили деревья, ребята, я, конечно, вот далек от этого всего, от этого фермерского фермерства, сельхозхозяйства, но поправьте меня, если не так, я вот, знаете, что думаю, когда дерево разрастается, у нее получается большая крона, да, ну, как бы, любое дерево, оно не совсем уж маленькое, она посадила деревья друг от друга, там, на расстоянии полутора метра, что, вы скажите, будет по итогам, причем аллеи посадила, ну, она что хочет, такой купол сделать над верхом, я не знаю, ну, мне лучше бы было, если она хочет сад, вот, как я понимаю, сад, конечно, разные сады бывают, я, знаете-ка, понимаю, то, что тут, 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 в шахтанном порядке податыканно, ты вроде ходишь, тут полянка, сюда солнышко пробивает, скажем, ну, знаете, что хаотичность, в этом, в хаотичности есть, скажем, такая, некая красота, опять, чисто мое зубовое личное мнение, ладно, короче, вот эти все сажания, сажания, а так, ведь сегодня еще по плану была готовка, готовка, да, супа, вы мне на это писали, я писали, я даже, честно, не верил, не, я, вернее, вам верил, но я, знаете, я не мог в это поверить, что такое реально, брат, возможно, что-то значит приготовить суп с фунчозой, да, Натаха вид mastering суп не любит, но она говорит, что любит супа бати, поэтому Натаха приготовила батю такой суп, я, знаете, что думаю, вот, получается, это, что, чем надо было, как рассуждать, даже не то, чем рассуждать, как надо было рассуждать, чем свои действия, вот, рационализировать, тем, чтобы класть суп в фунчозу, класть, не знаю, есть такой вообще суп, напишите в комментариях, кто такой суп, если ел, Ко мне так фунчоза готовится просто как фунчоза по-корейски, там фунчоза с мясом, с курицей, с овощами и прочее. Ну не так, что ты накидал суп, что лапши дома никакой не было, или какой-то крупы не было, чтобы лишнюю положить в суп. Причем, а так такой-то суп не ест. Знаете, ребята, я, если, будучи, был бы в гостях, и мне такой подали бы суп, я, наверное, потом бы тоже, наверное, долго не перестал бы супы любить. Но, опять-таки, чисто себя говорю. Значит, да, но сам процесс супа, это ведь тоже был шикардосик, это ведь был шикардосик. Это ведь надо взять это мясо, взять этот топор. А ведь топор для чего она взяла? Для антуража, я не понимаю. Топор, ему красная цена, там, 2-3 доллара. Ну, может, там, 5, но это вообще 5, я не знаю. Эти топоры, знаете, чисто такое, какой-то бутафория. Да, хорошие топоры кулинарные есть. Ими можно и резать, и убить, но эти топоры, ребята, очень дорогие. Даже вот с этим, вот прям просто к слову покажу. У самого есть такой топор, вот, купил. Вот, значит, когда-то покупал топор. Блин, знаете, он даже ржаветь начал. Он начал ржаветь, и когда я, короче, начал рубить кости им, прям, знаете, за суп, как заусемцы, короче, разоблались. Я это дело, короче, положил, думаю, просто для антуража оставлю. Буду что-нибудь там, может, подрезать им слиганца. Значит, тут стоит. Это мясо пилит, мясо в жилах, мясо не режется. Так мало того, он топором этим не режется, с тупым, так она еще просто ножом не режется, дома все затопленное. Значит, пока одна режет мясо, другой, значит, у нас эксперт, ну, батя, я думаю, батя, он все понимает, он как бы в огороде подстригает траву, ребята. Подстригание травы, это была отдельная песня. Это вот, знаете, я вот в этот момент, честно вам признаюсь, волновался за батю. Кто тоже волновался, лайк. Кто не волновался, дизлайк. Кто волновался, комментарий пишите. Потому что, знаете, стоит, это напомнило ситуацию с бензопилой. Там, значит, по-своему все это делал, так своеобразно, то есть бензопила могла и выставить, и все прочее. И тут он стоит с этой бензокосой. Но старый человек, как бы, ему уже не то, что эту бензокосу руках держать, ему он просто сидеть на кушетке в огороде и отдыхать, попивать чаек, кушать тортиком, да, а лучше какую-нибудь полезную, там, овощи, фрукты и все прочее. И смотреть за тем, чтобы твои внуки, уже подросшие, там, лет 20, там, вот так скажем, чтобы они косили эту траву, потому что, ну, ребята, ну, в этом есть какая-то опасность. И опять же, говорю, траву эту косит, у меня возникает вопрос, кто эту траву будет все убирать? Потому что, знаете, по итогам, вы же сами видели, трава была разбросана вот так вдоль этого, ну, как бы, участка, так скажем. Тут два варианта. Либо она так будет подметать, либо, кстати, третий вариант, либо будет подметать батя, а третий вариант, либо, знаете, все произойдет естеством. Как знаете, некоторые бывают, что, ну, живут в своих домах, там, скажем, некоторые, там, не убирают снег, там, читают шутю. Зачем убирать снег, зачем чистить дорожки, а, до весны растает, само собой. А тут, значит, как само собой может подойти ситуация? Ну, трава валяется, кошки подойдут, собака, сыночек, дочки могут подойти на ламках, все там, и растащить, как бы, по участку, вроде как бы, не видно, по территории будет, и мести не надо. Ну, и такой, как бы, знаете, ребята, лайфхак, лайфхак, да. Так, что там еще я записывал, так, про Хунчозу мы сказали, а, ну, там еще она снимала про то, что она собак, собаку, значит, лечит свою, ну, сынка, сынка, даже не поворачивает язык, так говорить, как она говорит. Ну, да ладно, лечит свою собаку, вот так называть, значит, какие-то у нее там были проблемы с глазами, она, как говорит, это от еды, от косточки, присланные ей, там, где-то, ну, сухого корма. При всем при этом она говорит, она наша любительница животных, говорит, ну, с кормлю соседней собачки, где логика, я не знаю, ребята. Ладно, это, значит, вот этот был ролик, и какой-то там еще один был, ну, тот, знаете, такой был, такой, какой-то банальный, ну, как банальный, нет, когда они не ходили в кафе, ведь реально пошли в кафе, Натаха, знаете, прям вот, приоделась, я смотрю, прям, знаете, прям, волоса прям так, прям, красиво, прям, переливаются, знаете, по-золотистой, серебристой, ну, такие, как бы, цвета, там, совмещены, так, как бы, совмещены. кроссовки она так белая одевает, ну, как бы цветет и пахнет, как говорится. Барри тоже, как бы, на уровне, то есть, знаете, там тоже прям кроссовочки белые, вот они все в заведения шикарные, мебель кожаная, там, да, вот сидят прям так, все прям шикарно, тут, знаете, там, сачок, пицца. И, кстати, видели пиццу? Я знаю, что, ребята, думаю, что вот когда ты заказываешь пиццу в пиццерии, у тебя есть такая возможность, скажем, дополнительно что-то на пиццу положить, плюс два сыра, плюс еще что-то. Мне показалось одному это странно, или вы тоже заметили, что на пицце было слишком много майонеза сверху налитой, прям как-то с сеткой. Я вот не знаю, просто, ну, знаю, кто так любит майонез, это вот, ну, не как-то взаимосвязано это, или нет, такая пицца. Ну, короче, вопрос оставляю вам на засыпку. Все, буду заканчивать, время еще пока ранее, я сегодня нашел поранее, записали ролик. Время у нас сейчас 7.15, значит, с вас лайкосики, еще никак, насквозь не прошел, или дизлайкосики, комментарии, подписка, отписка, значит, оставим ссылку в закрепленном комментарии, значит, телеграм, яндекс.зен, подписываемся, увидимся с вами очень скоро, всем до новых встреч, всем пока.